Рекорды страны на телерадиоканале Страна.ФМ Оставайтесь в этом положении. В следующем выходе мы расскажем вам много всего интересного. Да, и первый рекорд будет у нас про гвозди. Ох, там огонь. Друзья, дождитесь очень скоро. Ну и мы в игре. Мы в такой игре, которая называется рекорд. Мы сами не играем, мы просто зрители и наблюдатели, потому что мы не умеем ничего. Мне кажется, я поставил рекорд сегодня. У меня прозвенел будильник в 4.50, и я мгновенно понял, что я готов. Я готов. Самое быстрое просыпание в истории человечества. Я готов разговаривать. Вот так вот. Ну да ладно. Можешь, кстати, принять участие. Телерадиоканал Страна.ФМ и Книга рекордов России представляет совместный проект Рекорды России. Мы рассказываем о самых ярких, самых интересных. Вот про Влада уже рассказали. Он, правда, не зарегистрировался пока еще на сайте Книги рекордов России. У меня все в будущем. У меня хорошие перспективы. Ну что, Лер, давай о первом рекорде на сегодня мы расскажем. Итак, 3 июня, то есть совсем недавно, в этом году, в 2017, Владимир Романов из города Уфы голыми руками абсолютно, причем за 5 минут согнул наибольшее количество гвоздей. Размер гвоздей был 200 на 6 миллиметров, то есть 200 длина, 6 миллиметров толщина гвоздя. За 5 минут рекордсмен согнул 8 таких гвоздей. Слушайте, ну я молчу, потому что у меня челюсть просто взяла и отвисла. А вот давайте посмотрим, как это было. Рекорды страны. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ну-ка, вот они гвоздики. Во, кстати, мерят линейкой, да, 200 миллиметров длина и 6 толщина, соответственно. Такие основательные вообще, как конструкции. Владимир, давай! Владимир, давай! Что он гнет, реально, правда. Слушай, голыми руками мышцы видно все. Ух ты! Смотри, все в домашних условиях, между прочим, происходило. А что, для рекорда не надо легко ходить. Нет, это говорит о том, что никаких дополнительных средств не было, понимаешь? Все только голыми руками. Гнет. Это третий гвоздь уже, четвертый пошел. Есть человек, который не может гвоздь дома забить, а есть человек, который гвозди голыми руками гнет. Ну, надо, кстати, сказать, что Владимир не из слабих, обрати внимание. Я обратила внимание. Фактура-то у него соответствующая. Я сразу на это обратила внимание. То есть парень, вот они, согнутые гвозди нам показывают. О, даже руку немножко поранил. Чуть-чуть поранил, но оно того стоило, зато он рекордсмен. Прям аплодисменты ему. Ну, круто, реально согнутые гвозди голыми руками. Чудо. Я не представляю, как это. Слушай, ну я с твоими ручками, я даже вообще ничего не могу с этим гвоздьом сделать. Я даже его не погну немножечко. Олег, просто не пытайся этого делать. Да, не повторяйте, если не можете. Ну, смотрите, Владимир, он непростой человек, потому что с детства занимался спортом, много лет выступал на соревнованиях по самбо и дзюдо. Масса его спортивных достижений отмечена грамотами, медалями и другими наградами. То есть он подошел к этому делу уже подготовленным человеком абсолютно. И он имеет необычное копию, вот сгибает не только гвозди, но и подковы, между прочим, а также толстые стальные пруты, причем делает это разными способами. А также, знаешь, он еще и йог практически. Слушай, ну вообще он любит, чтобы его называли Володей Романов. Это вот как-то так нежно. Для того, чтобы установить рекорд наибольшее количество согнутых гвоздей за пять минут голыми руками, Володя тренировался целых три года. На этом рекордсмен останавливаться не собирается. В его планах побить рекорд известного силача Дмитрия Хиладжи и завязать из таких вот гвоздей, знаешь что, шесть пар узелочков. Ну, кстати, друзья, если вы чувствуете в себе непреодолимое стремление и желание сделать то же самое... И талант-возможность. Да, мало того, что можете сделать то же самое, вы можете побить рекорд Владимира. Для этого что необходимо? Необходимо за пять минут согнуть уже девять гвоздей вот того же размера, двести на шесть миллиметров, то есть на один гвоздь больше, чем это сделал наш рекордсмен Владимир. Дерзайте, мы вас верим. Да-да-да, совсем скоро очередной рекорд здесь на стране Эфа. Вот он классический настоящий питерский рок, хотя вообще это рок всея страны, вот так вот не побоюсь. Вообще, честно говоря, не особо-то и питерский, между прочим. Ну, да, кстати, а с чего это я взяла? Ну, я бываю, я договорю, не то, что надо. Что я про рок хочу сказать тебе? Не об этом делать. Это был рекорд. Это был рекорд по глупости только что на телерадиоканале Страна.ФМ, а я горжусь своими достижениями. Да, вот чего не отнять, того не отнять. Заполнила анкету? Нет, еще нет. Гражданка России? Да. Участвуй. В общем, так. Мы продолжаем знакомить вас с самыми свежими и интересными рекордами нашей страны. И вот что я к року-то прицепилась. 20 мая 2017 года, то есть тоже относительно недавно, был зафиксирован такой рекорд. Самая большая рок-группа в нашей стране. Да, и как все это происходило, друзья. Флэш-моб, организованный для фиксации рекорда, состоялся в Тюмени в рамках городского фестиваля, который назывался «Жара». В этот день на импровизированную сцену поднялись аж 77 музыкантов и сыграли. Ты представляешь, я сначала думала, что речь идет о группе «Ленинград», потому что у них все время толпа народ на сцене. Но нет, еще больше. 77 музыкантов. Это что же была за сцена, где они все уместились? Давай-ка посмотрим. Давайте посмотрим прямо сейчас. Хотя я думаю, что получается, да, у нас? Ну, увидим обязательно в ближайшем времени. Значит, 77 музыкантов на одной сцене. Играли они песню, кстати говоря, легендарную «Смог on the water» группы Deep Purple. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна.FM». Ну, вот, собственно, на экранах Тюмень. Барабаны. Тюмень, тот фестиваль, который называется «Жара», городской фестиваль музыкальный. Огромное количество людей. Вот я вижу уже 7 человек, мне кажется. Слушай, ну тут вот есть некая... Смотри, вот, вот. Одни гитаристы, человек 30, мне кажется. Ой, на нашего Антона Серебрякова попустил. Причем, самое интересное, друзья, в этом рекорде принимали участие не только взрослые, зрелые люди, но и дети. Итак, 8 бас-гитаристов, 41 гитарист, 10 барабанщиков и 18 вокалистов. Ты только представь себе. Вот жаль, я хотела послушать, как они сливаются в унисон-то во все... А барабанщики-то красиво смотрятся. Но еще раз напомню, я исполнил они легендарную песню, легендарной группы Deep Purple, которая называется «Смог on the water», «Дым над водой». Вот так все это, смотри, мальчишка с гитарой прям. Молодые совсем, да, ребята. Ну и что, у всех есть возможность... Подожди, по словам организатора «Флэшмоба», для исполнения была выбрана именно эта композиция, потому что день рождения была у композиции. 45 лет назад она была впервые выпущена на альбоме «Machine Head» в 1972 году. Который был записан в Швейцарии, на берегу озера. Ну, конечно, кто как не автор зарубежки мне об этом расскажет. Да, 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 я все об этом знаю, конечно. А вот теперь давай про рекорды, которые мы... Да, вы можете побить этот замечательный рекорд. Для этого вам необходимо собрать ансамбль вокально-инструментальный в рок-группу из уже 78 музыкантов. То есть на одного музыканта больше, чем было в рекорде. Побейте меня, я на бубни собираю. Ну и меня, и будет 79. А ты на чем играешь? На всем. Универсальный. И будет совершенно точно рекорд, друзья. Вот так можно все это сделать. Книга рекордов России.ру. Заходите, регистрируйтесь. Ну и наличие паспорта российского... Да, и совсем скоро мы вам расскажем и покажем очередной рекорд нашей страны. Да. Рекорды страны на телерадиоканале Страна.ФМ Продолжаем знакомить вас с самыми интересными, самыми свежими и самыми яркими рекордами нашей страны на телерадиоканале Страна.ФМ. И вот я подумала, что хорошие строчки у группы Любовь. Все зависит от Бога и немного от нас. Если у вас есть какой-то талант, если у вас есть вера в себя, то развивайте и показывайте всем окружающим, чтобы вы... Ну, чтобы мы вами гордились в первую очередь, ну и вы с собой тоже. Да, и мы сегодня рассказали о Владимире Романове, который за пять минут согнул восемь гвоздей. Он нам больше всех понравился. Да, очень симпатичный парень. Между прочим, также о музыкантах, которые выступили на сцене в количестве 77 человек. Больше на сцену в нашей стране не поднимался никто. Это тоже рекорд. И прямо сейчас у нас еще один рекорд. 23 июля, это вот совсем прям недавно, в городе Суздаль был установлен новый национальный рекорд. Самый массовый старт на дистанции 100 километров. 390 участников осмелись выйти на стад супермарафонской. 100 километровки по пересеченной местности. Слушай, как здорово. Давайте-ка посмотрим. У нас есть видео, что, как, куда бежать. Давайте. Рекорды страны. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ну что, поехали. А, молодцы. Хороший настрой у ребят, кстати, изначально был. Смотрите, какие все красивые. И, кстати, с погодой повезло, между прочим. Да, дождь так не побежит, конечно. Да, особенно 23 июля погода-то была не особая, между прочим. Все, все побежали, что им кидают, конфетти какой-то. Приветствуют победителей. Слушай, ну... У них на лицах абсолютное счастье, будто бы они и бегут. Ну, говорят, что Суздаль был выбран не случайно, потому что там совершенно уникальные ландшафты, ни один вид не повторяется. Ну и пока бежишь, можно увидеть велокаментные памятники Древней Руси. А это немаловажно. Потому что некоторые люди специально по золотому картину. И, кстати, они пробегали в дикие места и встречали животных, между прочим. Да, да, да. Тут такой художный. Животы-то сбегались, потому что бегут рекордсмены. Надо уступить дорогу. Думаешь? Предполагаю. По ПТД положено, да, и побежали в разные стороны. Ну, здорово было. Я прям завидую, да. Давай побежим тоже. Рекорды страны. На телерадиоканале Страна.ФМ. Куда мы с тобой побежим? Скажи мне, вот ты вообще бегальщик великой? Да, кстати, да. Ты бегальщик великой? Да, 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 да. Я думала, ты только велосипедку. Ну, 100 километров я боюсь, но 3, 5, 7 легко вообще могу. Слушай, ты меня прямо угнетаешь своими умениями и навыками. Ну, попробуй, у тебя получится. Вот. Я, конечно, попробую, но сейчас хотелось бы сказать не об этом. Фиксирование рекорда происходило в рамках третьего фестиваля Golden Ring Ultra Train. Здесь собрались люди из разных стран для участия в забегах на длинные дистанции. Ну, и, собственно, среди участников были представители из 30 стран, а также из 200 городов России. Слушай, а вот по полу диких мест, которые они пробегали, кстати говоря, организатор говорит, что когда он сам бегал, у него из-под ног выпрыгивали маленькие оленята. Не надо так стать оленятами. Нет, 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 они же выпрыгивали, все хорошо. Интересный просто художественный оборот. Ну что, чтобы побить этот рекорд, да, самый массовый старт на дистанции 100 километров, нужно, чтобы в нем приняли участие 391 бегуна на одного человека больше, чем в установленном рекорде. Прямо сейчас заходите на сайт книг рекордов России.ру. Да, да, да. И регистрируйтесь, и для вас уже есть нужное количество участников. А еще я хочу сказать, что в самом начале мы обещали, что разыграем кепочку эксклюзивную от телерадиоканала «Страна ФМ». Так вот, прямо сейчас нужно держать ушки на макушке, да? Да, все это произойдет совсем скоро, друзья, кепка будет ваша. Если вы правильно ответите на вопрос, ну, несложный вопрос. Нет, ну он достаточно сложный, но... Мы подскажем чуть-чуть, может быть, а может быть и нет. Или погуглите, мы вас верим, в конце концов, да. Гугл всемогущий вам поможет. А пока, Мометроль. Да, рекорды страны, друзья, продолжаются. Ну, а нам в другую галактику совершенно не пора. Мы здесь остаемся, мы наоборот как бы укрепляем свои позиции. Хотя, Лер, если бы там оказались, мы могли бы поставить рекорд. И не только страны, но и мировую. Смотри, ты одержим эту идею. Слушай, мы с тобой обсудим, мы обязательно какой-нибудь рекорд поставим. Ну, а пока мы должны выполнить наши прямые обязанности. Например, викторину замутить, чтобы разыграть кепку с логотипом телерадиоканала «Страна ФМ». Давай. Итак, друзья, внимание, слушайте. Недавно самый сильный человек в нашей стране, рекордсмен книги рекордов Гиннесса, Челябинец Эльбрус Нигматуль, настанавил рекорд России и новый мировой рекорд. Ух ты! В Екатеринбурге спортсмену удалось посадить из земли воздушный шар за рекордно короткое время, а именно 2 минуты 35 секунд. Итак, внимание, вопрос. Я удивлена. С какой высоты силач опустил аэростат с подъемной силой 350 килограммов? Три варианта ответа. Первый вариант – 50 метров. Второй вариант – 75 метров. И третий вариант – 100 метров. Итак, еще раз вопрос. С какой высоты силач опустил аэростат с подъемной силой 350 килограммов? 50 метров. 75 метров. Или 100 метров. А в WhatsApp и Viber работает 8909-928-189,9. И что мы сделаем? Восьмой? Да, может быть, восьмой, да. Присылайте WhatsApp и Viber, еще раз номер. Напомним, плюс 7909-928-189,9. Напомним вопрос еще, да? Может, кто-то пропустил. Давай, мне кажется. Итак, друзья, с какой высоты силач опустил аэростат с подъемной силой 350 килограммов? 50 метров, 75 метров или 100 метров? Слушай, я думала, только в кино такое бывает, когда человек подбегает. Руками опускает воздушный шар или вертолет. Оказывается, есть такие силачи. Нет. И прямо на земле русской не перевели. Люди ставят рекорды, без упрощения. Ну и пока люди ставят рекорды, пока люди пишут, давай еще несколько рекордов расскажем. Самые длинные волосы нашей страны знаешь у кого? Нет. У Евгении Ермолаевой из города Омска длина ее волос составила 2 метра и 1 сантиметр. Но, к слову, вообще мировой рекорд принадлежит женщине из Китая в 2004 году. Длина ее волос, я не представляю, как она их укладывает, что она с ними делает, как она их моет. Сколько уже? Пять с половиной метров. Пять с половиной метров. Слушай, а что, это в косу или как? Нет, это просто тащится по полу. У нее всегда чистые полы. Тащится по полу, хорошо. Да, просто всегда чистые полы, и он молодец, хорошо. Вот, самый большой свадебный букет. Это тоже вот женские рекорды продолжаются. Ну-ка. Да, он был создан совсем недавно, пару лет назад. Буквально цветочный салон из города Ростов-на-Дону. Собрал букет диаметром 182 сантиметра. То есть это, ну, почти два метра. Ну, огромный букет. Я даже не могу показать, сколько там. Там платье за ним не видно. Высотой 100 сантиметров, то есть метр. Высотой. Девчонки, как же так? Количество цветов в самом большом свадебном букете составило 1190 штук. Я надеюсь, его не бросали. Там же можно просто подружек невесты прихлопнуть им. Мне кажется, надо было как-то 1191 все-таки. Ну, есть такая особенность в салонах цветов, потому что они, допустим, 50 и 100, они нечетное количество поставляют тебя. Еще, Лера, было самое массовое отжимание от пола в нашей стране. В 16-м году в Уфе было зарегистрировано самое массовое отжимание от пола в России. Результат рекорда 2131 человек. Да ты что? Массово отжимались. И все качки, класс. И все уснали рекорд. И все без нас отжимались. Да что же это такое? Друзья, впереди у нас еще огромное количество рекордов. Плюс ко всему мы ждем победителя нашей виктории. И очень надеемся, что скоро такой человек обязательно появится. Прислав правильный ответ к нам на WhatsApp и Viber. Плюс 7909-928-189, и 9. Правда же? Правда же, ждем правильного ответа, ждем победителя. Совсем скоро будем его награждать. Ключ от сердца мужчины, так же, как и ключ от сердца женщины, лежит через что? Через желудок. Совершенно правильно, Влад. И не случайно я завела эту тему в рекордах страны. Потому что сейчас я расскажу тебе о рекорде, который меня восхитил. И опять-таки я пожалела, что меня там не было. Самый длинный ролл в стране. Да? Ты не ослышался? Нет-нет-нет, я жду продолжения. Итак, в декабре 2011 года в городе Екатеринбург был приготовлен ролл длиной. Вот тут написано, я не верю своим глазам, но тем не менее. 2,52 километра. То есть 2,5 километра. Как его есть-то вообще? Да как есть? И ну не знаю. Съели ли его вообще люди? Ну подошли люди, ложкой поковыряли. Самое интересное, что на приготовление ролла ушло около 15 часов. В мероприятии участвовало 60 поваров, между прочим. Нормально. 10 ресторанов собрали на этом. Слушай, как они дозакатывали. Что у нас? 2 августа 2013 года российская группа вылетела на вертолётах, чтобы совершить первую подобную кругосветку. Вернулись наши ребята 14 сентября. Итого путешествие продлилось 44 суток. А знаешь, какую подобную? Кругосветку на вертолётах они спешили. Участникам первой русской кругосветки на вертолётах стали 5 человек, великолепная пятёрка отважных мужчин, из них 4 пилота и один режиссёр-документалист. Вот так вот. Мне кажется, пешочком спокойнее как-то. Пешочком? Но пешком невозможно поставить рекорд. Слушай, а вот кругосветные, это же они через такие расстояния над водой летели, это же просто удивительно. Ладно. Викторина. Викторина. Победитель. И он у нас есть, друзья. Прямо сейчас мы его назовём. Была ожесточённая борьба, присылали ответы, я их считала, считала. Нам же нужно было выбрать восьмой, так не просто восьмой, а восьмой правильный. И повезло-то, значит, Екатерина прям хлоп и попала. Екатерина ответила, что 50 метров. Права ли она? Она права, потому что Эльбрус Нигматолин спустил на землю воздушный шар, поднятый на высоту 50 метров. Это абсолютно правильный ответ. Ну и напомню, сделан за 2 минуты 35 секунд, тем самым установив мировой рекорд. А как зовут девушку? Екатерина, номер её заканчивается на 2669. Катя, мы вас поздравляем. Вы счастливая обладательница кепки, эксклюзивной, с логотипом телерадиоканала «Страна Экатерина». Ура, 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 принимайте поздравления, спасибо, что поучаствовали. Звоните ещё, спешите, когда у нас будет Викатерина. Да, в ней эфиры с вами свяжутся и всё вам расскажут. Ну, кстати, свяжутся, пришлют вам смс-ку, не бойтесь, а то у нас слушатели немножко поганы. И по поводу рекордов, давай, Лера, поставим точку сегодняшнюю. Друзья, вы тоже можете установить рекорд. Заходите на сайт книгарегордовроссии.ру, там есть специальный раздел «Установить рекорд», заполните несложную анкету, и вам необходимо быть гражданином Российской Федерации. Вот все несложные условия. Каждый понедельник с 10 до 11 смотрите и слушайте «Рекорды страны» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Всё это время с вами были Влад Кутузов и Валерия Майорова. Огромное вам спасибо. Встречайте Александру Хайрулину и Романа Шахова. Всем пока. Счастливо. «Рекорды страны» на телерадиоканале «Страна.ФМ».